Представляем вашему вниманию наконечники фирмы Скорпены, наконечник со скручивающимся бойком, четырёхгранной заточкой, трёхгранной заточкой, трёхгранной заточкой с желобом и круглой заточкой. Я решил обобщить видео, чтобы все их сразу можно было посмотреть и сравнить, то есть нет смысла снимать все по отдельности. Итак, начнём справа налево. Соответственно, это наконечник с четырёхгранной заточкой. На мой взгляд, все эти наконечники, за исключением круглой заточки, они всё-таки трофейные, потому как у них, если можете видеть, очень острый угол заточки. Это говорит о том, что мазать и попадать в камни в дно ими нежелательно, потому что при попадании в камень вот этот вот кончик, этот носик, он тут же сломится, как бы отколется и всё, так как они подзакалённые, он не согнётся, ну либо совсем чуть-чуть, ну в итоге он сколется. Поэтому данные наконечники подразумевают собой охоту на бронированную рыбу. Ну это такая сазана, амур, крупный карась, либо сом. То есть в первых трёх случаях это хорошо для того, чтобы раскалывать чешую у рыбы. Заточка четырёхгранная, да, очень острая, он проникает в чешую, да, и как бы её раскалывает, да, раздвигает. Поэтому проникающая способность у этих всех наконечников, она очень большая. И мазать ими, ну как я уже сказал, нельзя. В общем, наконечники мощные, трофейные. Использовать можно, в принципе, да, но будет очень обидно, если вы будете стрелять какого-то окушка там или щучку, да, которая стоит на дне, и при этом запортите наконечник, который стоит там тысячу рублей там или сколько он стоит. Вот, соответственно, в основном их используют вот для такой охоты. Там, где вы наверняка не смажете. Но если смажете, то не так обидно. Флажки очень длинные, мощные для того, чтобы удерживать крупную рыбу. Длина флажка от центра 57,5 мм. Толщина флажка в данном случае 9,1 мм. Длина всего наконечника составляет 93,5 мм. Диаметр самой тонкой части наконечника, то бишь самой слабой части наконечника, в принципе, составляет 5,9 мм, то есть очень мощный. И длина самого бойка, который снимается во всех четырёх случаях, составляет 47 мм. Резьба у них, у всех этих наконечников, посадочная на гарпун М7, то есть подходит на большинство европейских ружей, ну и на большую часть российских, кроме тех, которые делают мастеровые ружья, там М8 иногда бывает. Но чаще всего она подойдёт, эта резьба под большинство пневматов, ну или арбалетов, смотря с чем вы плаваете. Как я уже говорил, у всех бойки снимаются, посадочную резьбу, к сожалению, не знаю какая. Здесь на вид это четвёрочка, М4, но точно не знаю. Хорошо тем, что можно в случае выхода из строя бойка не менять весь наконечник, а поменять вот эту насадочку на другую. Она всяко стоит дешевле, чем целиком наконечник, то есть стоит она дешевле процентов на 70. То есть это очень здорово, на мой взгляд. В данном случае, как я говорил, четырёхгранная заточка. Итак, переходим к следующему. Всё то же самое по флажкам, по длине, по диаметру резьбы и по диаметру самой тонкой части наконечника, за исключением того, что здесь трёхгранная заточка. Как бы особой разницы я не вижу между четырёхгранной и трёхгранной, но здесь, как мне кажется, всё-таки у трёхгранного у него поострее за счёт того, что угол всё-таки поострее и, соответственно, так же он будет немножко лучше раскалывать чешую. Соответственно, то же самое съёмный боёк, то же самое подходит он для крупной трофейной рыбалки, для сазанов, мощных карпов. То есть такие вот боевые наконечники. Далее идёт то же самое, скручивающийся боёк, трёхгранная заточка, но в данном случае есть ещё и такие вот желоба на рабочих поверхностях боковых. Они, по некоторой информации, дополнительно добавляют проникающую способность, если такая рыба имеет мощную чешую, и дополнительно стабилизирует во время выстрела наконечник, если стреляете на большое расстояние. То есть как бы удерживает сам наконечник более правильно в момент выстрела. То же самое, мощные флажки, посадочное место М7, и здесь, к сожалению, не знаю, какое посадочное место, наверное, М4. И третий, единственный, отличающийся от первых трёх наконечников, всё то же самое, флажки, длина, посадочное место резьба М7, всё то же самое, что у предыдущих трёх, только в данном случае боёк имеет форму пули. Поэтому, на мой взгляд, он подходит для более северной охоты, где проникающая способность такая мощная не нужна. На севере чаще всего это хищные породы рыб, такие как жерех, щука, судак, окунь, то есть все они, в принципе, не имеют бронированной чешуи, которую надо пробивать, да, ну и обычно пробиваются легко. И в то же время пулеобразный боёк, он держит лучше удар об камне, то есть окаменистое дно, при выстреле, и когда стреляете, чаще всего щука, она стоит где-нибудь в траве, да там, в камыше возле дна, то есть при выстреле она держит удар. И есть вот такое вот четырёхгранное сведение на самом кончике, да, которое сведено как зубило, всё-таки у неё есть и проникающая способность, то есть в случае, если вы встретите Сазана при нормальной закачке ружья, оно пробьёт его, то есть у него есть вот эта начальная часть, которая раскалывает чешую, как бы разводит её, то есть он имеет и очень проникающую способность, очень хорошую. То есть для северной охоты, для нашей, да, северо-запад, то есть Санкт-Петербург, Москва, по-моему, вот этот один из лучших вариантов, так как удар он будет держать получше. Сведение у него, как вы можете видеть, не такое острое, да, соответственно, как бы и держать удар он будет лучше, а у камней, то есть, и в итоге он будет более долговечный, скажем так. И также скручивается боёк, то есть если совсем уж выйдет из строя, да, его можно поменять, и это будет более дешевле, более дешевой вариант, чем покупать целый наконечник. Итак, в общем, наконечники сделаны здорово, никаких претензий к выполнению нет, хорошее, качественное, всё подогнуло здорово. Итак, заходите на наш сайт либо приходите к нам в магазин на Морскую набежную 33.